Общее собрание спортивного клуба восточных единоборств «Худаши», что означает непоколебимый дух, уже много лет традиционно проводится в октябре. В ходе мероприятия были озвучены основные задачи, которые ставит перед собой клуб, одна из которых – умение работать над собой, быть не лучше кого-то, а становиться лучше себя вчерашнего. В этом главное отличие боевого искусства от спорта. Клуб распростер свои объятия по всему городу, и в каждом районе города практически есть наши филиалы, наши секции. Детки маленькие тренируются, взрослые тренируются, девушки отдельно тренируются. То есть работа поставлена на высшем уровне с точки зрения методики организации. Участвуем в чемпионатах мира, удачно участвуем, и призовые места есть, и чемпионы мира есть с точки зрения спорта. Основная цель клуба – это популяризация здорового образа жизни и привитие такого интереса в жизни человека, как занятия боевыми искусствами. Занимаются в клубе как взрослые, так и совсем маленькие дети. Все они очень дружны между собой, так как проводят много времени вместе. Летом ездят в Турцию, совмещая занятия и отдых одновременно, зимой в Карпаты. Путь, который они выбрали – это постоянная работа над собой и такой сплоченный коллектив. Огромная поддержка для каждого. Мы как семья, честно, я здесь нашла свою вторую семью. Занимаюсь я не так давно, три года всего лишь, четвертый год. Раньше у меня просто возможности не было заниматься, если честно, вообще мечтала с 14 лет начать заниматься. Это моя такая мечта была, а потом вот узнала про этот клуб, пришла. После первой тренировки думала, вообще тогда не вернусь. А потом пришла, потому что здесь другие люди, другие разговоры, другие увлечения. Мы так все сдружились, и честно, даже сейчас не представляю жизни без этого. Принцип, который используют каратисты как в жизни, так и на тренировках, заключается в том, чтобы идти до конца, как бы тяжело ни было. Над этим спортсмены работают постоянно. В восточных единоборствах соперника уважают, они пытаются унизить. И это говорит о большой воле и терпимости. В жизни, конечно же, это помогает во многом. Быть может, не только ты сможешь себя защитить на улице, но это помогает в жизни, именно как вот сам принцип, идти всегда до конца, учиться побеждать. Ты побеждаешь всегда во всем, потому что ты привык, как на тренировках, так и в жизни. Родители хотят видеть своих детей здоровыми, физически развитыми и уверенными в себе. А занимаясь каратэ, ребенок не только приобретает хорошую физическую форму, но и учится дисциплине. Поскольку Константин является большим поклонником боевых искусств, которые демонстрирует Джеки Чан, он узнал, что в школе есть возможность заниматься каратэ и попросил нас об этом, но мы решили пойти ему на встречу. На традиционном собрании родителям рассказали о том, чем занимается их ребенок на тренировках, показали фильмы о восточных единоборствах, продемонстрировали различные приемы. Доктор, принимавший участие в мероприятии, ответила на все интересующие и волнующие родителей вопросы. Но самым приятным и долгожданным моментом были выступления самих участников клуба. Одному другу, который был в садике, он мне настолько достал, я ему выбил нос. То есть ты занимаешься, чтобы драться? В некоторых случаях да. А самые юные каратисты еще постигнут смысл своих усердных тренировок и поймут, что главная задача восточного единоборства – это не умение отомстить сопернику, а умение объяснить ему, что не драками разрешаются споры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!